Теперь поговорим о вариантах будущего. Точнее, о вариантах объединения, потому что попытка достичь его силовым путем во время Корейской войны так и не была завершена. И здесь нужно понимать, что с одной стороны травма, вызванная расколом, она никуда не девается. И сказать о том, что объединения не будет, это примерно как для советского чиновника сказать, что коммунизма не будет. Но сейчас это скорее воспринимается как некая вековечная национальная мечта, которая будет, когда-то, а не прямо сейчас. Прямо сейчас в основном говорят исключительно радикальные консерваторы, свято уверенные до сих пор, что Северная Корея находится на грани коллапса и вот-вот упадет. Плохие новости для них, подобные рассуждения длятся уже более 20 лет. И все эти 20 лет Северная Корея вот-вот развалится, а книги, посвященные объяснением того, что Северная Корея вот-вот развалится, выдерживают переиздание каждый раз с объяснением, почему не развалилась до сих пор. Тем не менее, большинству прагматиков, как в левом, так и в правом лагере РК, понимают, что объединение, даже в варианте воссоединения, то есть поглощение Севера-Югом, оно случится когда-то и в перспективе. Потому что со времени раскола прошло уже 70 лет, это почти в два раза больше, чем в Германии. это значит, что сменилось уже два, а то и три поколения, для которых статус-кво уже совсем другой. И хотя нельзя говорить, что северяне и южане говорят на двух разных языках, определенная культурная дивергенция есть, и условно для южнокорейской молодежи их сверстники среди американских корейцев ближе, чем те, кто живет с северу от 38-й параллели. И именно поэтому про объединение не говорить нельзя, но ситуация, при которой сейчас у нас напряженность, поэтому непонятно, что будет и как, это хорошее объяснение, почему никто не работает в эту сторону. Северокорейские проекты и объединения тоже касались конфедерации, и это довольно сложные варианты государственного устройства. Одна страна, де-факто, две системы, и, в общем-то, это попытка запрячь в одну телегу коня, трепетную лань, лебедя, рака, щуку и няшного котика для симметрии. Поэтому и на севере, и на юге объединение воспринимается как некая мечта, но у Андрея Ланькова есть хорошая лекция про объединение Кореи как мечту и как кошмар. Дело в том, что, пожалуй, больше у российских турбопатриотов и у некоторых корейских националистов существует представление о том, что объединенная Корея – это будет что-то такое очень светлое и могучее, главный союзник России в регионе, потому что у нее будет ядерное оружие, как у севера, экономика, как у юга. Ну вот, честно говоря, у меня ощущение, что будет скорее наоборот, по целому комплексу причин. Во-первых, нормальное объединение и восстановление северокорейской экономики до южнокорейского уровня – это не просто дорого, это очень дорого, таких денег ни у кого нет, и затягивать пояса ради северокорейских братьев южане сейчас не готовы. Во-вторых, объединение пронесет массу социально-психологических проблем. Сегодня на юге есть примерно 30 тысяч перебежчиков с севером, большая часть которых перебежала при Ким Чен Ире и отчасти при Ким Чен Ине до того, как там начала налаживаться экономическая ситуация и перекрыли границу за санкции, а также противоковидных мер. На юге эти люди, в общем, граждане второго сорта с точки зрения и зарплат, и отношения соплеменников, и признаком этого стали участившиеся случаи, когда человек сначала сбегает на юг, а потом, успешно или нет, пытается сбежать обратно на север. И это в целом значит, что на севере хорошо понимают, что будет их ждать в случае объединения. И государство, в общем, не готово нормально относиться к такому количеству бедных родственников. Затем, поскольку на юге объединение воспринимается именно как поглощение, то возникает вопрос, что даже если каким-то чудесным образом, абсолютно чудесным, потому что предпосылок для этого я не вижу, там реализовывается нечто типа германского варианта, у нас все равно остается много сторонников прежнего режима, которые уйдут в криминал, а то и в терроризм, и это, скажем так, сделает южнокорейский режим гораздо более полицейским, а общую, скажем так, обстановку гораздо более нестабильной или криминальной. Ну, потому что, в частности, например, некоторые представители южнокорейских профсоюзов выступают против объединения, понимая, что дешевая рабочая сила с севера, которая будет готова работать за любые копейки, очень сильно ударит по профсоюзной борьбе за свои права, потому что они де-факто окажутся в роли штрейкбрейхеров. И, наконец, надо понимать, что связать такие две уже все более разные страны можно в основном за счет идеологии национализма, причем национализма агрессивного, а это значит, что объединенная Корея будет в этом смысле достаточно неприятным государством с претензиями к соседям. И именно поэтому и для руководства двух Корей, и для большинства стран пока более вменяемым состоянием является статус-кво, а варианты объединения прорабатываются скорее как форс-мажор, потому что к объединению все идут, но со всем черепашьим шагом, а некоторые вообще не идут, потому что даже тот уровень сотрудничества, который был при либеральной администрации Мунджинина во время Олимпийского потепления, очень четко показал, что за вычетом некоторых проектов, направленных на снижение напряженности и демилитаризацию, серьезно помогать сибирянам и вкладываться в север, южане, в общем-то, особенно и не хотят, даже когда это касается проектов культурной и гуманитарной сферы. Поэтому, к счастью или к сожалению, две Кореи это, увы, всерьез и надолго, а варианты объединения в течение ближайших 50 лет, ну, какой-то малопроцентный вариант, конечно, я не исключаю, потому что черные лебеди иногда летают, но в основном няшные котики съедают их, как только они приземляются. Поэтому, как говорили в анекдоте, фантастика на третьей полке в другом отделе. Иногда в качестве сценария объединения прорабатывается даже не германский вариант, а вариант восстания. Но можно обратить внимание, что массовое восстание народа или внутриэлитный заговор не случился на фоне санкций или ковида. И с высокой вероятностью не случится и сейчас. Потому что северокорейская элита хорошо понимает, что объединение — это не объединение двух государств, где в гипотетической республике Корео, это термин, который предлагают северяне, северяне и южане будут, условно говоря, равнопредставлены, и трудовая партия будет одной из политических партий наряду с основными политическими партиями РК. Нет. Закон о национальной безопасности никуда не девается. Третья статья Конституции РК говорит о том, что корейский полуостров, вернее территория республики Кореи — это весь полуостров. И более того, существует управление пятью провинциями, где сидят люди, которые должны будут управлять этими территориями, если они вдруг вернутся. Условно говоря, Сеул до сих пор официально смотрит на Пхеньян, как Киев смотрит на Донецк и Луганск. И на севере прекрасно знают, что в случае чего придут южнокорейские чиновники и бизнесмены, и тех, кто пытался свергать Кимчинына, посадят в одну камеру с ним. То же самое касается финансовой элиты, которая тоже понимает, что весь их бизнес закончится с появлением южнокорейских менеджеров. Продолжение следует...